Уже в декабре первые карты российской платёжной системы МИР будут запущены, сообщил журналистом Георгий Лунтовский. По его словам, в ноябре ряд коммерческих банков выпустит карты в режиме тестирования, а со следующего месяца они поступят в обращение для граждан. Напомним, 5 мая 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы платёжных карт. Решение стало реакцией на действия платёжных систем Visa и MasterCard, которые прекратили обслуживать карты ряда российских банков в конце марта прошлого года из-за санкций США. У нас есть уже соглашения с международными системами, такими как MasterCard, American Express, о совместном выпуске карты. Там будет изображён логотип как международной платёжной системы, например, MasterCard, так и НСПК. По словам Георгия Лунтовского, карта будет приниматься не только в России, но и за рубежом. Я думаю, что вначале мы будем её выпускать как чисто российскую, а уже с 2017 года она пойдёт как международная. А вот перспективы Сбербанка в Крыму не такие радужные, сообщил заместитель председателя Центробанка России. В ближайшей перспективе ожидать Сбербанк не стоит, и на это нужно трезво смотреть, поскольку есть угроза применения санкций. Также представитель Центробанка сообщил, что в декабре этого года поступит в обращение новая купюра номиналом 100 рублей, посвящённая Крыму. Тираж 20 миллионов. Купюра будет выпущена в необычных цветах, на ней будут изображены символы Крыма и Севастополя. Я приезжал специально сюда, чтобы согласовать с губернаторами двух регионов эскизы банкноты. В данный момент банкнота печатается, уточнил банкир. Светлана Щербакова, Денис Александрович, Севинформбюро.